Третья мировая война Это не значит, что где-то наверху у наших правителей есть враги. Нет, они все заодно. Но война необходима для уничтожения населения планеты. Поэтому эта война, Третья мировая, как ее называют, развязана в целях просто тупого уничтожения всего человечества. Она сегодня началась на маленьком пятачке нашей планеты. Это в Сирии. Долго там она не задержится. Она выльется на другие пространства. Но каким образом? Ведь в Сирии применяют химическое оружие. И кто его применил? Об этом тоже надо конкретно говорить. Однако же сегодня нас ТАСС пробудило вот таким сообщением, что военная операция США, Франции и Великобритании... Итак, 14 апреля, 4.45. В это время было помещено это самое сообщение ТАСС. Дональд Трамп в пятницу во время выступления из Белого дома сообщил, что США наносят точечные удары по объектам программы производства химоружия в Сирии. Соединенные Штаты вместе с Францией и Великобританией в пятницу начали военную операцию против Сирии. Поводом для нанесения удара стал инцидент 7 апреля в городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Германия по согласованию с партнерами не будет участвовать в ударах по Сирии, заявил глава МИД ФРГ Хайка Маас. Что касается этого конфликта, то это не та роль, которую мы по согласованию с нашими партнерами готовы на себя взять, говорится в интервью. Турция призвала мировое сообщество к выработке единой позиции по предотвращению химических атак в будущем. А глава Комитета Госдумы по образованию эксперт международник Вячеслав Никонов, а между прочим он внук Молотова, если кто не знает, Считает, что Нижняя Палата может расширить набор антиамериканских санкций в связи с совершенным ракетным ударом. Ясно, что Россия не оставит этого без ответа, по крайней мере, дипломатического, серьезного и, возможно, экономического. Но Никонов никогда не говорит конкретно, он всегда говорит обтекаемо и растекаемо. Так что ничего из его, собственно говоря, фраз никогда вы не найдете. Реальности, реальности того, что происходит на самом деле. Лидер итальянской партии Лига и претендент на пост премьер-министра в новом правительстве сенатор Моттео Сальвини осудил ракетный удар. Они до сих пор ищут химическое оружие Саддама. Мы до сих пор платим за сумасшествие войны в Ливии. И кто-то с пальцем на спусковом крючке настаивает на умных ракетах. Умные ракеты это у нас, как вы помните, да? Путин о них заявлял. Помогая таким образом в первую очередь исламским террористам, почти поверженным. Сумасшествие. Остановитесь. Написал политик в Фейсбуке. Вот здесь скриншот, приводится его заявление на Фейсбуке. США. Это заявляет уже Владимир Путин. Давайте посмотрим, что заявляет наш лидер. Так скажем, костюмчик пустой на пьедестале власти в России. США использовали инсценировку применения отравляющих веществ против гражданского населения, чтобы нанести удар по Сирии, заявил президент России Владимир Путин. А вот Тереза Мэй 16 апреля отчитается перед парламентом по этому самому удару коалиции. Международный комитет Красного Креста пока воздерживается от комментариев по поводу последствий нанесения ракетных ударов. Ожидаем получения большей информации. Пока что мы все еще проверяем сведения о ситуации с коллегами, сказал официальный представитель МККК Марии Клэр Фигали. Ну, что касается Международного Красного Креста, находится он в Женеве, в Швейцарии. И надо сказать, что у Международного Красного Креста раньше была очень хорошая разведка. И они, конечно, много что знали, что теперь я не очень в курсе дела. Россия созывает экстренное заседание СОУБЕ за ООН из-за действия США в Сирии. Источник в Елисейском дворце сообщил, что операция в Сирии не была направлена против России. «Великобритания надеется, что ей и ее союзникам не придется наносить новые удары по Сирии», заявил министр обороны Гельвин Уильямсон в эфире радиостанции LBC. Европарламент обсудит ситуацию в Сирии 16 апреля. То есть выходные все-таки остаются выходными. Вы понимаете, как бы там ни было. Бомбят Сирию в ночь с 13 на 14. А Европарламент, он или там даже наш Совбест, они, конечно, будут заседать только когда 16 в понедельник. То есть дадут пару дней побомбить Сирию. Это такой международный сговор. Вы понимаете, что нет никаких врагов в мире. Есть единое мировое правительство. Старый или новый мировой порядок, старый мировой порядок. Это давайте оставим для демагогов. Но есть единое наше мировое правительство, которое расставляет пешки или шашки, или как их фигурки на шахматной доске. И вот ходят конем, ферзем, пешками. Но они ходят. Это один организм, мировое правительство. Руки-то у них одни, но только, скажем, в разных направлениях играют сами с собой на этой самой шахматной доске. Поэтому Третья мировая война, это вообще не война между странами. Что приказали странам, то они и будут делать. И поэтому все эти удары, все отражения ударов, это игра для того, чтобы запутать народ, чтобы народ думал, что да, действительно, есть какие-то враги, а есть какие-то хорошие. Но запомните, в нашем мире нет хороших, да и врагов тоже нет. В нашем мире единый организм, который сегодня направлен на уничтожение человечества. А чтобы человечество не восстало, не поднялось против своих правительств. Для этого создают вот эту игру между странами. США, Франция, а там на другой стороне Россия, Турция, Сирия. Да блеф это все. Абсолютный блеф. Это все игра на одном поле, одними руками. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. И да, ремарка. Я уже сделала ролик о том, что сегодня в ночь, с 13 на 14 апреля, впервые бункера судного дня были заполнены. Сразу два бункера заполнялись. И была паника, ажиотаж, но заполнялись два бункера людьми. Те самыми настоящими неклонами. Сейчас на сценах будут везде клоны. А основные правители, те, которые реальны, они уже поедут в бункера. Потому что вот-вот кто-то нажмет те самые кнопочки. Пока вопрос решается. Пока он не решен, в какой из дней нажать кнопку о ядерном ударе, идет речь. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан.